Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 января, и я вот только что рассказывала о своих супер ранних посевах томатов. Для чего я это делаю, ну и вообще для чего мы все это делаем. Но если откинуть нас, вот от чумелых огородников, которых не очень много, то остальные все нормальные люди только готовятся к посеву, потому что некоторые сеять начинают в феврале, в марте. И сейчас самое время поговорить о стимуляции семян. Мы все знаем, что семена, купленные в магазине, ну и даже свои полежат 2-3 года. Особенно в магазине, они очень пересушенные, и для того, чтобы получить быстрые и дружные всходы, люди уже на протяжении многих лет пользуются стимуляцией семян, то есть замачивают семена в стимуляторах. Если вы думаете, что это обязательно должны быть магазинные покупные средства, то нет. В конце этого видеоролика я расскажу о народных средствах стимулирования. Они тоже используются широко. Но для начала поговорим о тех средствах, которые применяются в последнее время очень часто. У вас, наверное, на слуху вот эпин, эффектон. Но для начинающих я хочу сказать одно уточнение. Стимуляция это последняя процедура в предпоседной подготовке семян. То есть она уже идет после протравливания. Сначала мы протравлен, а потом стимулируем. И в стимуляторе можно держать семена до набухания. Некоторые на 2, на 4 часа, на 8 укладывают. Некоторые на ночь, некоторые на сутки. Но после стимулирования семена хранить уже нельзя. Их нужно или сразу сеять в грунт. То есть положив семена на стимуляцию, вы должны уже приготовить грунт. Можно или сеять сразу в грунт, или чуть-чуть подсушить для сыпучести, чтобы было вам удобно. Потому что мокрые семена, вы знаете, их неудобно сеять. Они липнут ко всему, к рукам, ко всему. Но держать их длительный период нельзя. Вы понимаете, что такое стимуляция? Росток уже проснулся там. Семечко набухло. И он уже немножко, как я показывала, так тынс. Он уже... И если вы после этого положите их и будете еще держать в сухом состоянии, росточек ваш, ну там, внутри который, может погибнуть. Вот этот зародыш именно. Запомните, стимуляция. Это самая последняя процедура. После стимуляции сразу в грунт. Для чего мы делаем стимуляцию? Ну сейчас очень много разных стимулирующих веществ, как стимуляторов. Короче, они не только пробуждают наши семечки. Если вы прочитаете, я вот не взяла в руки, но я так от себя просто. Если вы прочитаете, то вы увидите, что там и повышает иммунитет семени. И дальше уменьшается вот это, повышается барьер, меньше восприимчив, чем вот к заболеваниям. И если некоторые думают, что стимуляция, вот например в упине, когда мы, или в эффектоне, что мы стимуляцию проводим, это просто будем росток, ну и как бы, чтобы просто быстрее взошло, то это неправильно. У стимуляции, вот у этих веществ, стимуляторов, особенно вот этих всенатурального происхождения, у них очень большой спектр действия. И простимулировав наше семечко, это действие, оно остается у него надолго. Не только вот он помогает вылезти ему, помогает не заболеть, помогает вот этот иммунитет к различным, к похолоданиям, возможно там. Вот про эпин я же говорила, что у меня когда замерзла рассада, мы его используем как антистресс. Вот антистрессовые. Если перечислять их много, сейчас торговля предлагает огромное количество, назову самые такие известные. Эпин, эффектон. Кто-то возможно не знает, но также действует средство бутон, которое мы используем, многие из нас, когда плохая завязываемость плодов, и мы используем для этого, для лучшей завязываемости. Он тоже, это вот средство, оно и повышает иммунитет, и стимулирует растение, как бы, как оно называется-то? Сейчас я прочитаю даже где-то у меня вот написано. А, регулятор роста. Он является тоже регулятором роста. В бутоне можно, потом в различных есть капля, потом какая-то... Ну, короче, всё везде, где написано. Помните, кто смотрел два года назад, я показывала вот это гуме Кузнецова, чёрная такая жидкость. Во всех вот этих чёрных жидкостях тоже можно замачивать семена. Гуматкалия. Сегодня я подробно расскажу о гумате калия, потому что у некоторых вот узкое такое понятие, что стимулятор мы вот знаем, эпинофектон, всё. И все начинающие, эти препараты на слуху, остальные как-то выпадают, и выпадают у нас из поля зрения ещё те натуральные стимуляторы природные, которые у нас под руками. Можно в качестве стимулятора использовать золу, раствор золы. Наша обыкновенная зола, тревесная, разводят. Это тоже стимулятор роста. Это такой же, можно они и тоже замочить, алоэ. Многие замачивают в соке алоэ. Тоже стимулятор. Потом, ещё не нужно забывать... Сейчас я про золу скажу, потому что обязательно будет потом вопрос, как золу разводить. У меня, кстати, здесь нету рецепта, у меня где-то в другой книжке. Потом, кроме народных средств, если вот бывает такая ситуация, что нет ни эпина, ни эффектона, ни бутона, ни гумато-калия, ни алоэ, ни золы, в качестве таких вот стимуляторов для замачивания семян можно использовать простые удобрения. Если у вас остались, например, с прошлого года какое-то комплексное удобрение, вот нитрофоска, её можно вполне... Берёте там сколько... Чайную ложку на литр воды, всё это размешаете, сосадка снимите и, пожалуйста, замачивайте. Будет точно такое же действие. Семена и набухнут, и быстрее потом прорастут, и они вот подпитаются вот этим удобрением, ну, как всеми микро-макроэлементами, которые входят в это всё. Так что для замачивания семян у нас выбор очень большой, и вы должны сами решить, или вы будете покупать специальное, или вы воспользуетесь народными средствами. Сильно никакой разницы нет. Если у вас нет эпиноэффектона, пожалуйста, надавите сок алоэ, немножко разведите, положите семена. Точно такой же эффект. Есть даже какие-то средства на основе сока алоэ. Прекрасный результат. В следующем видео я сейчас отдельно расскажу про прекрасное средство, гуматкалия, которое используют многие, и всем он нравится, кто замачивает семена. Я вот... Жаль, что я уже давно не замачиваю семена. Я вам показала бы и весь процесс замачивания. Но сегодня я расскажу пока только теоретически. Всё, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok